Я вас приветствую, друзья, с вами Бляр, мы продолжаем поздравлять World Series 2018 года по Generals Zero Hour и матч 1.16, друзья, лично для меня, лично для всего русского, русскоязычного, точнее, комьюнити, это непростой матч, ребят. Здесь сразится наш игрок-спецовик Рома против самого ужасного, наверное, и самого, ну, как говорится, фаворитного игрока турнира, это против Доминатора, то есть нашему парню просто с самого старта выпала такая ноша сразиться с ужасным Доминатором. Рома-спец особо в последнее время не играл, но заранее мне писал, я с ним переписывался, он, кстати, мой земляк, живем практически рядом, говорил, что хочет выступить на World Series, говорил, что начнет играть, когда начнется отбор на эти турниры, в общем-то, он свое слово сдержал. Молоток, ну что, друзья, погнали, поболеем, поддержим нашего комрада. Конечно, понятное дело, что шансы невелики в игре с таким игроком, как Доминатор, но все же. За танкиста, за танкиста начнет играть Рома, и за Эйра, значит, у нас Доминатор. Ну что, спец, показывай класс, на самом деле, знаете, матчап Эйр-танк достаточно близкий. В общем, если танкист умудрится уйти в два завода и умудрится нас спамить, поймать на каких-то ошибках Эйра, то шансы очень велики. Но, как бы это было мне прискорбно, здесь Доминатор, и чтобы Доминатор допустил ошибку, в это, конечно, сложно вериться. Но мы будем верить, что Роме все же удастся, если даже не победит, но показать красивую игру хотя бы. Сразу со старта от ЮСы два САПа, военный завод, казарма, стандарт, казарм, стандарт и от спецовика два САПлая и военные заводы. Тоже их два. Ну что, друзья, каковы шансы Романа? Пишите в комментариях, пишите до того, как начали смотреть этот бой. И мне было бы очень интересно просто почитать, как вы вообще оцениваете нашего комрада. Ну что, первый хаммер пошел, два ракетчика села. Сразу быстрый раш, я чувствую, что Доминатор не будет издеваться, Доминатор не будет как-то тянуть игру. Доминатор будет разу, точнее не будет, а уже сразу рвется в бой. Хотя, с другой стороны, он пока делает просто рассадку в дома. Ну вообще, даже если взять пример Бойки, Бойка играл там тоже против игрока, да. Но тот игрок был новичок, новичок Рома там уже давно в комьюнити. Просто играет, то играет, не играет. То там Бойка совсем не щадил своего соперника, размазывал его просто как кляксу. Ну давай, пошел спец вперед. Первый труповоз. Главное, конечно, высадить заранее. Ребят, нужно высаживать, немножко не успел. Хотя нет, успел, хорошо, все полноценно, ребята. Но вперед уже есть три хамби. Три хамби от ИР, хорошо, минус был хаммер. Хорош спец. И, в принципе, начал играть правильно за танкиста, а именно агрессивно в раш. Посмотрите, дефается Доминатор. Но он пока по центру разбирается. И справа фаербейс, даже Ракетчиков кто посадил. И слева фаербейс. Но я думал, что Доминатор будет играть со старта куда жестче, чем сейчас он показывает. Пока дефится, пока дефится. Дома, фаербейсы ставят. Это хорошо, друзья, это хорошо. То есть, в общем-то, я думаю, что Доминатор все-таки... Нет у него, знаете, такого, то есть, недооцененности своего соперника. Он все же понимает. Пусть спец не самого высокого класса игрока, но опыт в игре имеет. И шальную пулю может впустить прямо в цель. Ну что, выходит уже три хамби, одна медичка. Какой уже спам у танкиста? Ну, не очень, если честно, спам у танкиста. Мне кажется, нужно было сейчас спецу в быструю уйти пропаганду в ЕЦМ-ке. Что здесь без ЕЦМ-к сложно ловить эту пачку. Уже есть, тоу! И это очень опасно, потому что хамби от Доминатора проходят. Хамби от Доминатора проходят. Но пока непонятно, что Доми будет бить. Сначала сюда Ньюсы, потом сюда, теперь сюда. Пока по юнитам, пока не бьет здание, да. Пока чисто расправляется с юнитами своего оппонента. И расправляется весьма просто, легко. Да. Ну, на самом деле, я думаю, что никто не удивлен таким стартом. Никто не... Все прекрасно знают, что спецу сложно придется в этом матче. И просто остается держать за него кулаки. Поддержать его. Хотя бы, напоминаю, просто показать красивую игру. Вышел Труповоз. Сразу разбивается. Минус военный завод. Прошел Гатлинг, дальше не идет. Уже стратегический центр от Эйра. Но Домиатор, конечно, прекрасно контролирует свои войска. Он прошелся по всей базе, не потерял ни единого хаммера. И расправляется с юнитами соперника, просто как с игрушками. Просто прекрасно играет Домиатор, конечно. Показывает всю свою форму. Да. Домиатор, напоминаю, что победитель World Series 2016 года. В 2017 году для него турнир не удался. Он уже во втором раунде проиграл игроку под ником Секси. И проиграл не зря, потому что Секси дошел до финала, друзья. Но Домиатор должен, должен помнить все эти моменты. И, как говорится, со всей злостью сейчас. Играть в этом турнире. Так, стратегически почти готов. Каркас ставит. Танкист. Дозер остался. Но поздняя пропаганда уже. Не знаю, спасет ли. Ведь Юсер разошлась. Да, стеркшендестрой стратегии есть. Уплай уже в центр. Ну, особо без комментариев. Вроде спец начал внушительно. Все правильно. Два сапа, заводы, котлы пошли. Но что-то пошло не так. Слишком надежно сыграл Домиатор. Он не стал рисковать. Домиатор не стал играть во всякие ноу-эко. Домиатор не преследовал цель быстрее бы выбить соперника. Он просто сыграл спокойно. Сначала поддефился. Накопил-то пошел. Вся простота игры. Да. И последние три здания остались у китайца, у танкиста. Минус дозер. Да. Ну, Роман играет до последнего. Не сдается. До последнего здания. Нет, сдался все-таки. И Домиатор выходит вперед со счетом 1-0. Ну что, друзья. Не отчаиваемся. Смотрим дальше. Это только первая игра. Впереди еще будут игры. И, возможно, Рома уйдет от сухого счета. Посмотрим. Кстати, Джунгль Вольф. Очень интересная карта. Кто помнит карту Винтер Вольф. Зимний Волк. Так это Волк в джунглях, я так понял. Потому что карта практически та же. Ее даже не очень сильно изменили. В общем, в центре, да, тут есть изменения. Но карта очень интересная. И у нас спец начнет за Ванилу Юсу. Доминатор за Токсинового Гла. Ох, интересно. Но, конечно, карта больше Глашнику подходит, как мне кажется. Больше Глашнику подходит. Но посмотрим. В общем-то, со старта у Юса есть два Сапа. Их сейчас оба используют спец. И Глашник тоже уходит в два Сапа. Сразу военный завод. И, конечно же, разбег рабами. Но вот в центре сейчас садомиатор имеют большие шансы взять. Как много, кстати, очень гаубиц на этой карте. Очень много. Восемь штук. Восемь штук. Четыре, можно сказать, в центре. И две по флангам. Да, если за дефиц, конечно. И что? И казарма, военный завод. Не знаю. Мог спец поэкспериментировать. И мог попробовать новую эко сделать. Но решается, играет стандарт. Сейчас начнёт спамить Хамви. Главное, чтобы доминатор дал это сделать. А ведь доминатор будет, скорее всего, спамить технички. Нужно сейчас Роме спецовику врубать режим сайза. Кто помнит тот самый реплей. Когда сайз просто невероятным образом тащил такую катку от доминатора. Как раз таки Юсой. Там Эйр был. Эйр против угла. Ну что, первая техничка. Ракетчики садятся. Ракетчики разбегаются от спеца. Нужно очень хорошо выводить лазер локи. И первая паста нара уже под боком строится. Камера пошла по центру. Пришла техничка. Это не подрыв. Это по чину камбайна. Да, так оно и есть. Со старта работает доминатор. Ни капли ни щадя. Ещё одна техничка. Неужели подрыв? Да, минус соплай. Как быстро спамить технички доминатора. Ужас просто. Минус хаммер. Ой, как неприятно. И минус ракетчики. Да, опять же доминатор зажимает со старта. Очень жёстко. Потихонечку берёт спец дома. Ох, какая норочка. Надо отменять её. Надо её срочно отменять. Ну ещё пошли. Течет. Да, со старта опять же романыча. Зажимают. Зажимают. Ну, друзья. Воздержитесь сразу. Прошу вас воздержаться. Точнее, в комментариях. Потому что вы любите написать там нуб, не нуб. Поверьте, спец далеко не нубаса. Он очень много времени уже находится в комьюнити генеральском. Просто очень давно не играл. И вы сами понимаете, что доминатор. В общем, я думаю, что доминатор. Вот любой из вас комментаторов был бы не лучше, так скажем, смотрелся бы, друзья. Ну, конечно, пока доминатор прям по полной программе давится. Пошли танки. Это хороший вариант. Правда, есть ракетчики. Да, есть ракетчики. Технички с танками, может, так не особо эффективны. Но вот доминатор постоянно привозит кого-нибудь с собой. Да. Ну и пока отходят технички. Нет, не отходят. Прям в нагл убьет. Скрапик, конечно, будет подбираться. Нет, отходит доминатор. Спугался. Но уже, посмотрите. И норы. Можно суплай лепить. Ага. Спец сделал дроп. Дозера. То есть будет спасаться. Да, суплай ставится. Какой уже по счету третий, да, доминатор? Да, это третий сап. Уже на базе своего оппонента, скажем так. Так, и минус электростанция. Отстраивает ромыч. Суплай даже. Ничего себе. Окей. Может быть, покажет что-нибудь специнтересное. Но пока ванила Юсу им против токса сложно дается. Да, побольше ракетчиков. Казарма будет сейчас блокироваться. Но лазерлок сразу наводится. И минус техничка будет. Так, оно и есть. Потеряет Казарма Юса. Да, ну доминатор, конечно, показывает. Знаете, вот что доминатор, что бойка. В общем, они между собой, кстати, очень часто встречались. И побеждал даже бойка доминатора. Вот что доминатору со старта попался соперник. Ну, выше, да. Но сразу, скажем, уровнем доминатора. Бойке там еще хуже попался, так скажем. Там еще менее скилловый соперник. И вот они прям демонстрируют всю свою форму на этих игроках. Прям рашат безжалостно. Безошибочно. Пока им это удается. Но посмотрим, что с этими ребятами будет. В 1-8-ой, конечно, я пока про доминатора не буду забегать. Так как там уже будут более серьезные соперники. И доминатор еще этот матч не выиграл. Но военный завод продается. Здесь выбили дозер, да. И последнее здание от спецовика. Ну, GG 2-0. Хотя... Ой, какой дробь! Как угорает сейчас спец. Посмотрите. Интересно. Какой дробь электростанции казарма. Прям под носом доминатора. Классно, классно. Как у нас Рома еще веселит под конец. Красиво. Сейчас, по-моему, спамить аркетчиков. Хотя было бы... О, 2-600 можно. Еще можно обнагреться, потому что доминатор сейчас не понимает. Твою мать, где его здание? Что за дичь приходит? Что за дичь происходит? Доминатор в панике. Но нашел, нашел. Пошли ракетчики, да. Ну, молодец, Ромыч. Так немножко... Я думаю, что эмоционально хоть заставил доминатора подумать. Где, где, что, как. И отстраивает два дозера живые. Да, Ромыч бегает по карте. Ну, понятно, что он развлекается. Понимая, что шансов на этот матч у него очень мало. Но хотя бы нам, зрителям, показать какие-то развлечения. Ой-ой-ой, чинут погиб, как неприятно. Да. Вот оно, последнее здание. Уже с последним дозером. Все. Добивает спеца. И, друзья, сейчас становится 2-0. А я что-то не того генералу. Тут поставил... Какого-то хрена стелса поставил доминатору. Хотя он был, конечно же, токсом. И 2-0, друзья, доминатор пока без проблем справляется с своим оппонентом. Мы приступаем к следующей игре. Печально, конечно, когда наблюдаешь за тем, как твоего соотечественника просто насилуют, грубо сказано. В генеральском плане. Да. Просто уничтожают по полной программе, не дав ни единого шанса. Ну что, друзья, третья карта. On the Map, кстати. Карта, которую создал игрок русскоязычного комьюнити. On the. И за пеха начнет доминатор. И спец начнет играть за Эйро. Вот это, кстати, интересно. Это уже интересно. Может быть, Эйро... Точнее, может быть, спецу сейчас и удастся что-то придумать. Не знаю. Я много раз видел уже в матчапах на этом турнире, что ребята со старта шли в военный завод Эйрфилд. То есть рапторами летали и разбивали. Но Ромыч готовит, по всей видимости, дорогие друзья, ноу-эко-стратегия. Это быстрые хамви. Два с медичкой. Да. Так оно и есть. Но мне кажется, ладно, за другую юсу. За Эйро можно было бы все-таки как-то и поосторожней. Но опять же, за Эйро играть это требует очень много контроля. И это очень сложно. Поэтому спец решил особо не париться. И сыграть по-простому. Но на самом деле, может быть, самый простецкий вариант и прокатит. Домиантор старался старт 2 сапплая. Возможно, сейчас пойдет в 3-й наглеять. Пока нет, казарма есть. Хотел сказать, пока без казармы. И отстроен военный завод. Уже у нас спамились ракетчики. Выходит 1-й хамви. Сейчас должен следом 2-й хамви. Да, и, скорее всего, в 3-й суплай пошел Доминатор. Первый авантпост вышел. Как раз-таки Раптор здесь пригодился. Отвел, посмотрите, спецовик свой 1-дозер. Второй хаммер готовится. И медичка вышла. Да. Один ракетчик побежал в здание, да, куда-то? Окей, смотрим. Сейчас все зависит от контроля Эйро. Эйро. Насколько он сможет законтрить пеха? Потому что Доминатор очень наглеет. Опять же, пошел разбег по карте. И первый авантпост сразу на базу. Но хороший ракетчик. Лазер лок. Надо, спец. Ай, не контролирует. Ай, не контролирует. Если бы законтролил. Ай-яй-яй-яй-яй. Но проходят 2 хамви с медичкой понизу. Здесь уже спамятся ракетчики. Смотрим. Минус раз. Ракетчик Доми тоже не особо контролирует. Надо мне, конечно, все дозеры сейчас просто забрать пеху. Постараться, Роме. Просто забрать все дозеры Доминатора. И как-то уже, ну, постараться, не знаю, чудо-методом снести базу. Такое вполне возможно. Правда, второй дозер ушел далеко. Отстраивается электростанция заранее. Доминатор понимает, что будет минус. Молодец, Рома. Проходит очень даже не чешно. Здесь справляется. Красавчик. Посмотрите, у Доминатора проблемы. Третья игра. И спец уже демонстрирует. Демонстрирует что-то интересное. И прям дает понять Доминатору. Так просто все не закончится. Красавчик. Ах, прошел аванпост. Неприятно. Надо отводить чнуки спец. Еще не соплай минус. Мэйн не стал добивать. Много очень пехоты наспамил Доминатор. И Доминатору приходится спасаться уже где-то в центре карты. Но обходит, обходит Хамви. Все-таки решил спец, наверное, Мэйн этот снести. Ракетчиков много. Блин, было бы, правда, пару рейнджеров с флешками. Было бы вообще классно высадить их и поработать. Так, ну вроде справляется. Хорош спец. Справился на своей базе. Ах, мини-ганер, мини-ганер. Нужно медичку выпускать. Есть ли деньги? Есть ли деньги на медичку? Так, обрабатывают базу Доминатору. Посмотрите. Хорош спец. Прекрасно, твою мать. Давит медичкой такую толпу ракетчиков. Красиво. Вот это достойно. Это красиво. Весь Мэйн сейчас Доминатор потерял. И выживает уже, так скажем, на потенциальной территории спецовика. Да, красиво, красиво спец. Давай, вперед, штурмуй. Такие шансы на эту игру есть. Такие шансы. Последний соплавит Доминатор, а последний Дозер. Вот здесь обойти бы, блин. Но спец видел, Дозер ставит казарму. Ах, правда свой Мэйн теряется. Но есть еще, есть еще постройка. Ах, минус один Хаммер был неприятно. Ой-ой-ой, в центр пошел. Но здесь же казарма, здесь же дома. Ай, спец, как попался, не контрит. И все же, вроде Доминатор вытащит эту игру. Но здесь уже красиво все было. Заставил, заставил сейчас. Рома понервничает своего оппонента. Заставил, да. Вроде так легко отдал две игры. И здесь такая попытка за Эйра. Был бы это не пех, был бы это не пех. Была бы та же ванильная чайна. Думаю, что у спеца были бы все шансы на эту катку. Но это пех. Пехоты много, сложно. Да, красавчик, конечно, Роман. Но осталось у него последнее здание. Я, знаете, даже несмотря на то, что счет 3-0, я все равно рад за эту игру. Ромыч смог показать достойный бой. Хоть он получился, опять же, и быстрый. Но он уже хотя бы была какая-то контратака. И причем Доминатор реально в нокдаунте побывал. Ну что, друзья, счет 3-0. Смотрим следующую игру. Но, может быть, все-таки спецу уже после этой игры удастся что-то показать. Ведь психологически должно быть понимание, что Доминатор тоже человек. И тоже имеет изъяну. Ну что, дорогие друзья, за танкиста Доминатор. И ядерный нюк спецовик. Но здесь уже, знаете, конечно, скиллуха много решает. Все-таки два китайца. Если Ромыч сейчас соберется. Всю свою волю в кулак сожмет. И просто переспамят Доминатор. Может быть, что-то и получится. Сразу со старта спец. Два сапа. Доминатор тоже два супла. Ничего не выдумывает. Стандарт начинает играть китайцы. Не знаю, может, стоит спецовику быстрый завод, быстрая пропаганда. Оверлорды. Может быть, через Хеликс пойти рискнуть. Раз завод. И два завода. Нет, два завода. Стандарт вполне же от нюка. От ядерного китайца. Два завода от танкиста. От Доминатор. Мне как раз-таки сегодня писали в комментариях кто-то под каким-то видео. А что, Доминатор не участвует в турнире? Нет. Почему? Я ответил. Доминатор участвует в турнире. Как раз-таки вот она игра. Доминатор. Сразу же против нашего комрада. 3-0, конечно, Доминатор показывает всю свою мощь. Но спец был очень близок, чтобы в одной игре подкосить этого монстра красного. Конечно, в хорошем смысле с Лёвой. Я не считаю, что Доминатор там монстр, ещё кто-то, я имею в виду, в плане в его всей мощи. Он, конечно, очень жёсткий. Пошли авант посты от китайца. От китайца-танкиста. БМ от нюка. Нужно поджиматься в упор сейчас к этим постам. Ромыч не хочет дать занятия этот дом. Но ракетчики живые, они займут. 10 садометра сил хорошо. Да, нужно, конечно, проходить к сапалтракам, но есть уже и двухлычковые БМы. Доминатора. Рома пытается играть со старта агрессивно. В принципе, всё делает правильно. Сам же спец занимает дома. А вон посты тоже катается. Но мне кажется, что Доминатор занимает сейчас дома именно в левой части карты. Ох, куда спрятал дозер спец. Для того, чтобы в скором времени возможно уйти в перехват. Да, строится уже центр пропаганды. Это значит в скорей лотос. Нюк пока без пропаганды. Пошёл на разведку БМ. Здесь ракетчик есть. Не очень нужное время. Точнее, не в нужном месте. В данное время сейчас этот оказался БМчик. По центру здесь уже начинает своими двухлычковыми Доминатором БМами действовать. Правого фланга хороший дом занят. Минус БМ. Пока спец держится. Не знаю, можно однаглеть. Попробую сейчас выбить этот БМ. В центр влепит суплай тот же. У Доминатор уже готов от центра пропаганды. Зачем Доминатору в счётной казармы? Не понимаю. Одна есть. Может быть, он забыл про неё? Но пока спец держится. Пока спец держится. Конечно, Доминатор получает сейчас некое преимущество. Пропаганда есть. Немножко переспамливает. Но к базе спеца пока Доми не приблизился. Ах, нельзя так терять. Ой, БМ сейчас своих же забирает. Твою мать накаляет. Неприятно. Здесь уже дракон действует. Надо поаккуратнее-то пехоту высаживать твою дивизию. Ах, минус аванпост. Двух лучковый дракон прёт. Тут всё начинает поджимать уже Доминатор. Лотос чёрный побежал. Ада, на захват вышек. И проблема у Романа. Роман начинает потихоньку терять один свой из суплаев. Так, аванпосты нужно убивать. Да, убит Гатлинг. Но здесь ещё пошли силы Доминатора. И всё же, всё же к пятой минуте игры Доминатор опять же блокирует, блокирует экономические постройки. Пиццу. Как раз таки заблокирован супла, сейчас буду скорее всего минусоваться. Есть ли ЦМки. Да. Четвёртая игра пока не особо приятная для нас. И вышел первый овер. Хорошую минку поставил. Спец. Сейчас взорвётся один БМ. Ещё одна минка, что ли? Да ну. Хорош спец. Отбивается. Отбивается. Но здесь новые силы. Свежак. Тяжёлый. И с ним уже нужно что-то сделать. Так. Ах. Да, Доминатор, конечно, прессингует, прессингует, прессингует. Это уже шестая минута игры. Хотел что-то, Романыч, построить. Но блокируется один из военных заводов. Всё. Теряет все свои юниты спец. Вот где отстраивается центр пропаганды. Ничего себе. То есть здесь он просто хотел сначала строить центр пропаганды, потом отменил. Но мне кажется, он уже не спасёт. Не знаю, если напоследок сделать Чёрного Лотоса. Минус Саплай. Как-то он просто погадит, Доминатор. Ну, друзья, я понимаю, что... Точнее, вы должны уже понимать, что счёт должен быть 4-0, так как такую же игру Доминатор точно не отдаст. Да. Спец-то тоже прекрасно понимает. Я думаю, спец изначально понимал, что его ждёт. Мы тоже. Но всё же он смог показать хотя бы в третьей игре достойное сопротивление. Мог даже взять игру Доминатора. Это всё красиво, в общем, выглядело. Да, строится казарма. Скорее всего, спец сейчас 6-100 имеет флуат. Будет заказывать Чёрного Лотоса и уже стараться как-то пакостить. Но пошла Лотоса Доминатора как раз-таки на эти позиции. Уже третий ранг! Ой, сейчас разом! Казарма и пропаганда уйдут в расход. Хорош! Доминатор всё знает, где что находится. Ну и, конечно... Так, ещё пропаганда осталась. Будет захватываться. Минус дозер. Я поздравляю Доминатора с проходом в следующий раунд. Дорогие друзья, оставляйте своё мнение в комментариях, как вы думаете. Кстати, сейчас я вам... Сейчас, Роман, всё, сдался. 4-0. Доминатор победил. Я сейчас вам скажу, с кем Доминатор играть дальше. Так. Доминатор у нас играть против Петра Space... Space... Space Beach. Space Beach, да. Против Петра играть Доминатору. Вот. Петра играл с Джереми. Кстати, очень интересно получилась игра. Кто не смотрел, смотрите. И пишите вообще. Я даже не буду говорить. Пишите, каковы шансы у Доминатора на 1-8. Пишите, дорогие друзья, каковы шансы у Доминаторов полностью, ну, полным на этот турнир. Очень интересно почитать ваши комментарии. Не забывайте, оставляйте лайк, усик, подписываться на канал. Не забывайте про группу ВКонтакте и, конечно же, про Дискорд канал. А я с вами не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова и субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Продолжение следует... 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 Продолжение следует...